Добрый день всем. Как правильно сказали, меня зовут Алексей. Я работаю в HTML Академии. И сегодня мы поговорим с вами о регрессионном тестировании. Немножко с другой стороны, нежели вы привыкли слышать. Этой осенью небольшая предыстория. Мы совместно с платформой «Открытое образование» запускали онлайн-курс, посвященный базовому HTML и CSS. Что он включал в себя, этот курс? Этот курс включал интерактивные курсы и интерактивные задания, непосредственно которые можно было выполнить на самом сайте, и итоговый проект. И на момент регистрации уже на этот курс записалось более 12 тысяч участников. Итоговый проект представлял собой полноценную верстку, которую нужно каким-то образом проверять. И мы уже тогда понимали, что это придется каким-то образом автоматизировать, и руками это сделать не получится. Мы взяли за основную технику, которую мы стали использовать, регрессионное тестирование. Вот если в двух словах для тех, кто не знаком с этим, это та самая любимая с детства игра «Найти отличия». То есть сейчас при помощи всех этих новых технологий эта игра становится достаточно простой и нелепой, и очень легко найти все эти отличия. Как это работает в вебе, как это работает в проектах. Допустим, у нас есть какое-то текущее состояние проекта, и мы сделали скриншот этого состояния. Это может быть скриншот отдельного компонента, это может быть скриншот целиком страницы, может быть какого-то отдельной кнопочки. Потом накатываются какие-то изменения, и делается скриншот этого состояния. Невооруженным взглядом изменений практически не видно, но машину не обманешь, и при сравнении этих скриншотов видим, что изменения достаточно критичны. И если это действительно нам важно, мы можем оценить уровень различия, и в зависимости от того, насколько наш проект должен соответствовать дизайну, насколько должен поддерживать этот пиксель перфект, это может быть очень полезно. Немного расскажу о бэкграунде, который мы имели к моменту запуска этой системы, потому что это повлияло на выбор технологий, которые мы использовали. У нас на сайте есть интерактивные курсы. Что они из себя представляют? Они представляют из собой блок с теоретическим материалом, например, по какому-то CSS-свойству, или по HTML-тегу, или по какому-то приему. Есть редактор с кодом, где работает студент. Есть превью браузер, это самый обычный iFrame. И набор целей, которые нужно выполнить по данному заданию. Если студент выполняет все эти цели, задание засчитывается. Как мы это проверяем? На самом деле все просто. Мы используем всеми нами любимый JavaScript, анализируем изменения в дом-дереве, и анализируем изменения свойств элементов. То есть этого нам, в принципе, достаточно. Но иногда возникает такая ситуация, когда какая-то фича в одном из браузеров не поддерживается еще, или не срабатывает. Например, в том же Firefox у нас есть проблема, что First Letter не отображается. Она просто... Свойство засчитывается, но студент не видит изменений. И надо это было проверять. На этот случай мы организовали серверную проверку, которая работает на Phantom.js. Что такое Phantom.js? Phantom.js — это тот же самый веб-кит, только без какой-то графической оболочки, который имеет JavaScript IP, и при помощи него легко можно оперировать со страницами. Вот пример простого запуска скрипта на Phantom.js, где в качестве параметров можно передать все, что угодно. Что находится в наших скриптах Phantom.js? Там мы открываем страницу. В качестве URL можно передать как реально существующий адрес в интернете, так и какой-то временный файл, хранящийся на жестком диске. Мы из того кода, который создал студент в редакторе, вот то, что он видит в превью браузера, этот код, из него создаем временный файл, натравливаем на него Phantom.js. Есть отличный метод PageValate, который позволяет запустить на странице открытой любые скрипты. Собственно, мы здесь запускаем те же самые проверки, что работают и на клиенте. Но главный плюс — мы знаем абсолютно все об этой оболочке. То есть фактически мы знаем браузер, в котором запускаются, знаем все его баги и знаем, как с ними работать. При помощи Console.log мы обратно прокидываем в приложение, которое это все запускало, результаты этой проверки. Дополнительно можно отловить, для некоторых заданий нам требуется отлов консольных сообщений на странице, либо отлов алертов, которые там всплывают. Phantom это все прекрасно позволяет делать. Помимо таких заданий, есть задания испытания. Здесь уже немножко сложнее для студентов, потому что они проверяют компетентность в том или ином вопросе. Насколько они действительно не только умеют крипипастить свойства и значения, но и насколько понимают, как они работают, как они влияют на страницу. И что здесь? Точно так же редакторы кода, превью браузера, но главный момент — они видят образец, который должны получить. И главная их задача — сверстать, как на картинке. Как это проверяется? Проверяется это все... Здесь, например, отражаются этапы работы студента. Он выполняет какие-то задания, видит, как его выполненная работа отличается от образца. Как это проверяется? Проверяется при помощи того же Phantom.js, а только используется другая его возможность. Мы снимаем скриншоты при помощи метода PageRender и дополнительно мы передаем туда параметры, размеры скриншота, которые хотим получить. Помимо получив скриншоты, нам эти скриншоты нужно сравнить. Есть отличная консольная утилита ImageMagic, которая предоставляет большой спектр возможностей для работы с изображениями, начиная от кропа, ресайза изображений, в том числе и сравнения. Сравнивает он среднеквадратичное отклонение для каждой точки по разным цветовым каналам, в том числе и альфа-канал, он высчитывает отклонение и выдает в качестве результата изображение, в котором подсвечены отличия. Пример запуска. Все достаточно просто. На выходе получаем два числа. Мы используем второе, потому что именно оно измеряется от 0 до 1 и показывает уровень различия изображений. Нам же в нашей задаче требовался уровень сходства. Ну-ка, это все легко вычисляется. Немного того, какие цифры получались при сравнении разного рода изображения. Все скриншоты сделаны из наших курсов. То есть это можно все действительно попробовать. Но здесь все очевидно. Различия действительно маленькие, уровень совпадения достаточно высокий. Другая картинка. Видим, что гораздо большая область отличается. Ну и в принципе вполне предсказуемый результат. Третье сравнение. На картинке мы видим, что у нас вся область закрашена красным, потому что действительно они очень сильно отличаются. Сильно, да не очень. Потому что здесь в данном задании использовались CSS-фильтры. Они не так сильно изменяют цвет в каждой отдельной точке, поэтому среднеквадратичное отклонение получалось небольшим. Поэтому уровень совпадения все-таки остается высоким, при том, что у нас фактически все изображение отличается. С текстом все хитрее, потому что даже маленькое какое-то изменение жирности, лишняя точечка влияет на изменения, показывается в красном различии. Но при этом уровень совпадения остается достаточно большим, потому что пустая белая область все-таки доминирует здесь и не так сильно влияет это изменение. Вернемся к системе проверки верстки. Что она из себя представляла? Мы подготовили для студентов макет. Как вы видите, макет для базового уровня. Здесь нету каких-то очень сложных элементов. Все достаточно просто. Мы подготовили образец верстки и назвали эту верстку идеальной. С этой версткой мы сравнивали работу студентов. То есть это было то самое, если смотреть на регрессионное тестирование, это наше первоначальное состояние проекта. Студент нам предоставляет свое состояние проекта и мы получаем третий скриншот различий этих работ. В этом макете тут очевидно есть 5 ключевых блоков. В каждом блоке мы проверяли разметку, сетку и оформление и делали скриншоты при помощи Phantom.js. Сравнивали все это ImageMagic. Одним из таких сложных самых моментов был то, что так как это чужая верстка, мы о ней фактически не знаем ничего. Мы не знаем, какие классы и идентификаторы студент использовал. Мы не знаем, какими тегами он пользовался. Он мог использовать семантические теги, а мог верстать на обычных девах. Мы знаем только общую структуру, то, что здесь вот есть 5 блоков, которые надо проверить. И одна из первых задач, которую мы решали, это выделение этих самых блоков. Чтобы получить скриншот для каждого блока, каждого состояния. Решилось это достаточно просто. При помощи такого достаточно известного селектора NTA Child просто по порядковому номеру мы получали нужный блок. Например, для второго блока с преимуществами мы выделили его при помощи BoxShadow. Почему BoxShadow? На самом деле здесь тоже интересный момент. Но все мы знаем, что поведение бордера зависит от того, есть ли боксайзинг или нет. И он может повлиять, там верстка может развалиться, и, соответственно, результаты будут плохие. Outline тоже ведет себя хитро. Если есть какие-то декоративные элементы, которые вылезают за границы блока, он обведет с учетом этих декоративных элементов. BoxShadow в данном случае работает лучше всего. Нарисовав внутреннюю тень, мы получили реальный размер блока, который хотим получить. В зависимости от того, нам нужно оставить блок на странице и скрыть все остальное, мы использовали либо Visibility Hidden, тогда страница имела первоначальный размер, который должна была, но при этом выделялся только нужный блок, который мы проверяли. Либо, если нам нужно было скрыть все остальное, мы при помощи селектора Node скрывали все остальные блоки. Таким образом, мы смогли уже проверять для каждого блока состояние, которые нам были нужны. То, что мы использовали в обычных заданиях, загрузка каких-то скриптов на страницу и снятие скриншотов при помощи Phantom.js, мы это объединили здесь. То есть в методе PageValuate фактически мы внедряли на страницу наши стили, при помощи которых получали нужное состояние для съема скриншота. Как мы искали разметку? В разметке нам нужно было получить абсолютно чистый HTML без стилей вообще. У Phantom есть прекрасный метод. Он может не загружать по какой-либо маске, по регулярному выражению в данном случае. Ресурсы запрашиваем на странице. Мы таким образом отрезали все стили. Дополнительно на странице мы еще раз подверяемся, вырезаем все стилевые таблицы, вырезаем все теги стайл, которые были на странице, и вырезаем все инлайновые стили, потому что студенты, многие совсем начинающие, могли наворотить много всего нехорошего. Для шапки сайта получилась примерно такая картина. Вот скриншот той самой разметки. И по этой разметке мы можем определить, какие теги тут использовались. Ну так, приблизительно. И возникла такая интересная проблема, с которой мы столкнулись. Внешне абсолютно два одинаковые блока. Табличные данные. Вроде ничего не предвещает беды. Результат вот такая вот картина. И, соответственно, студент порядка 70% уровень совпадения. Студент не понимает, что происходит, потому что он отправляет обычную таблицу, валитный HTML-код. Проблем никаких нет. Почему? Стали копать и обнаружили, что на самом деле эта особенность вылезла только в фантоме, в веб-ките. В обычных браузерах мы не воспроизвели ее. Наличие тега the head отодвигало строчки, которые были ниже на один или два пикселя и давало вот такие вот различия. Собственно, каким образом мы это решили? Решили просто. Мы для данного блока руками проверяли, при помощи скрипта проверяли, если есть тег the head, все хорошо. Если нет, мы искусственно оборачивали первую строчку в тег the head. Сетки. С сетками все было немножко интереснее, потому что нам нужно было… Да, вот мы выделили легко достаточно эти пять основных блоков. Нам нужно было выделить уже сеточные блоки и скрыть при этом все декоративные элементы, которые в данном случае ни шрифты, ни какие-то позиции картинок нам особо не важны. Нам нужно было основное положение сеточных блоков. Как мы это делали? Мы постепенно углубляли при помощи универсального селектора звездочка, тем самым мы охватывали и семантические теги, и обычные divы. Мы постепенно углублялись, с каждым уровнем все ниже и ниже, и выделяли нужные нам блоки. На первом уровне мы подсветили те же самые пять основных блоков. Дополнительно на каждом уровне мы скребаем все декоративные элементы, которые очень часто располагаются в псевдоэлементах. Просто им ставим visibility hidden, чтобы они продолжали занимать свою позицию, но при этом не отображались. Переходим на второй уровень вложенности. Вот у нас уже появились эти контейнеры, которые центрируют сайт по серединке. Скрыли декоративные элементы, но на первых двух уровнях их нет, поэтому ничего не меняется. Третий уровень вложенности. Вот уже появились те самые сеточные блоки, которые мы хотели как раз и получить. Скрываем декоративные элементы и дополнительно мы скрываем все, что лежит уже внутри. То есть оно нас уже не интересует, там, скорее всего, не то. Все уровни глубже, visibility hidden. Они продолжают занимать свое место, но не видны. И нам не нужны тексты и шрифты заголовков. Мы их тоже выставили прозрачный цвет тексту. Все. Получилась сетка проекта. И мы для каждого блока уже снимали скриншоты. Для шапки получилась такая картина, для вадвала такая. Не совсем то, что мы хотели увидеть, но благо систему сразу разрабатывали гибко. И мы могли конфигурировать на каждом уровне уровень вложенности. Здесь увеличили на один, получили сеточные блоки, которые нам нужны. Оформление. Для студентов оформление – это было, наверное, самым сложным этапом для прохождения, потому что они действительно бились за Pixel Perfect. Вроде незначительное отличие, но критичный результат, который не позволяет зачесть данный блок и данную проверку. И на этапе проверки оформления было несколько таких интересных проблем, с которыми мы столкнулись. Первая из проблем – это различия в цветах. Вот здесь внизу указан цвет фонового изображения, фона. И стали копаться. Почему произошло? Вот одна левая часть картинки – это наш образец, правая часть – это работа студента и сравнение результата. То есть это интерфейс, который видел студент. В чем особенность? На самом деле ImageMagic для того, чтобы сравнить два изображения, необходимо, чтобы изображения были одного размера. Поэтому мы работу студента, и скриншот, снятый с его работы, прогоняли искусственно через операцию подгона под оригинал. И эта операция повела к небольшой потере качества. То есть при сравнении двух изображений, из-за того, что цвета отличаются не очень сильно, ImageMagic не показал большого различного, там среднеквадратичное отклонение очень маленькое. Но на экранах с хорошей цветопередачей очень четко было видно, что цвета отличаются, и у студентов тоже возникали непонятки, почему не так, что сделать, чтобы было правильно. Решили это все тоже таким хитреньким способом. Поэтому мы наше оригинальное изображение прогоняли через эту же операцию уменьшение. Ну, фактически, да, размер мы никак не меняли, но потеряли немножко в качестве цвета, и смогли получить аналогичный цвет картинок. Другой момент. Фантому для того, чтобы срендерить страницу, нужны шрифты, и он использует только те шрифты, которые установлены в системе. И первоначально мы не обратили внимания, потому что на наших девелоперских машинках шрифты стояли. Но если использовать неправильный шрифт, какие-то строчки соскакивают, заголовок на две строки пишется, и, соответственно, результаты выглядят плачевно. Ну, решили просто тоже, установили нужные шрифты на сервере, и все заработало. Вот та самая идеальная верстка, которую мы считали идеальной, которую мы использовали как идеальную, оказалась не идеальной. Потому как очень много было мелких ошибок, например, там неверно был снят, неверно был снят, нештрочный интервал, да, и проставлен. Неверно, в смысле, с макета. Неверно был снят цвет. У логотипа была ошибка в одном пикселе, в размере прописанном. В общем, вот такие мелочи, так скажем, много нервов расшатало нашим студентам. Но в целом все закончилось хорошо. Благодаря тому, что мы тестировали это на большой аудитории, мы смогли эти все баги отловить и все это усовершенствовать. Вот, казалось бы, возникает такой резонный вопрос. Ведь верстка сама по себе неоднозначно один и тот же макет можно сверстать огромным количеством способов. Но мы ставили перед собой, и у нас стояла такая учебная задача, чтобы студент повторил верстку оригинала. Он сразу видел все вот эти состояния, которые должен получить. Он видел и разметку, и сетку, как она должна выглядеть, и как должно выглядеть оформление для каждого блока. Это позволяло нам за большой долей вероятности прогнозировать, что он пойдет по тому сценарию, который мы запланировали, и мы могли вести его по этому сценарию. Когда мы все это дело проверяли, первоначально мы ставили следующие планки, 15-17 проверок. У нас мы проверяли в каждом блоке три проверки, разметка, сетка, оформление и дополнительную сетку всей страницы снимали, и оформление всей страницы. Это 17 проверок. Для успешного выполнения испытания достаточно было 95% уровня совпадения на каждой проверке. Так как эта система запускалась первый раз и требовала, мы в итоге снизили до 12 из 17 проверок и до 90% совпадения в каждой проверке. Немного о результатах. Естественно, из тех 12 тысяч, которые записались на курс, приступили к нему значительно меньше. То есть там чуть-чуть меньше половины. И для успешного окончания курса проходить итоговое испытание было необязательно. То есть это итоговое испытание, вот эта дверстка и проверка этого проекта, это уже требовалось на оценку отлично. Но при том количестве участников, которые прошли этот курс, 520 успешно завершили итоговое испытание, но особенно хочется отметить вот этих 10 упорных студентов, которые довели до 100%. Потому что когда мы следили, как работает эта система, особенно когда уже приближался дедлайн студента, использовали ее как систему тестирования. Это буквально они дописывали одну строчку кода, формировали архив, загружали его в нашу систему, ждали секунд 30, пока это все проверится, смотрят, как изменился их скриншот, пишут следующую строчку кода, снова делают архив. В общем, мужество, героизм, отвага, вот можно награждать их смело. Вот те инструменты, которые мы использовали в нашей системе, это не единственные, естественно, инструменты регрессионного тестирования, потому как эта тема сейчас очень популярна, очень много всевозможных инструментов есть. Слимер.js, например, это аналог фантома, только там внутри работает гека. Есть графикс-мэджик, это аналог имидж-мэджика. Вот, например, есть такой Каспер.js, это модуль, который, в принципе, работает на базе фантома.js или на базе слимера.js и предоставляет огромное количество инструментов для в целом тестирования страницы. И под него вот есть фантом.css и багстоп.js, которые тоже работают на базе тех же фантома.js и слимера.js. Они уже направлены на регрессионное тестирование и дают большой такой спектр инструментов для регрессионного тестирования. Ну и одна из таких самых тоже известных вещей – это Яндекс.Жемини, которая на самом деле делает вообще магию. Там можно доводить до такой степени, что создавать эффекты наведения на какие-то элементы, снимать скриншоты на разных платформах, в разных браузерах. В общем, рекомендую попробовать. Вот не так давно был как раз доклад у Яндекс.Субботники вроде. Вот они рассказывали все возможности этого джемини. А вообще хочется пожелать вам не бояться использовать какие-то уже существующие известные технологии или подходы немножко с другой стороны, потому как это может привести к интересным результатам, интересным открытиям и позволить нам всем улучшить отрасль. Спасибо за внимание. Ваши вопросы. Спасибо за доклад. Вопросы? Вот вы сейчас все, что рассказывали, это все-таки привязка конкретной модели блочной. А если использовать именно регрессионное тестирование с точки зрения, какая картинка конкретно должна получиться? Просто, допустим, взять тот же веб-кит. Если объекты, допустим, нужно какое-нибудь полотно нарисовать обычно, там прямоугольнички рисовать, простенькие такие. Если использовать, например, свойства топ-left и аналогичные цифры использовать в трансформе. Браузеры будут по-разному рендерить, и там разница может быть вплоть до пяти пикселей. И вот как в реальной жизни, то есть не какие-то тестовые задания простенькие, а именно в реальной жизни все это можно использовать? Здесь, во-первых, зависит от того, какие у вас требования к проекту и какие браузеры поддерживаете. Это первый вопрос, от которого можно отталкиваться. А во-вторых, если приводить конкретные картинки, собственно, как и мы в нашей системе, мы не ограничили студентов в выборе использовать марджины или паддинги. Это на их усмотрение. Они были, так скажем, движимы общей концепцией того, что должны получить. Но, например, рекомендую вам попробовать Gemini, которая позволит делать скриншоты для разных браузеров и, собственно, видеть в разных браузерах и на разных платформах отличия. Они вам дадут какое-то понимание того, действительно вы к тому идете или не к тому. Хорошо, спасибо. Еще вопросы? Здравствуйте, я хотел спросить. Вы связку ImageMagic и Phantom писали вручную или у вас была какая-то библиотека, которая давала какие-то биндинги на команды ImageMagic? Мы писали вручную, потому что нам больших задач от этого не требовалось. Мы просто на Node.js было написано, мы спавнили процесс этот, передавали туда параметры и потом уже считывали результаты. Там вопросов не было больше. Спасибо за доклад. Два вопроса. Первое. Что с производительностью? Как быстро можно протестировать сотню тестов? И второй вопрос. Вы говорите про сетку, а ее можно автоматизировать или это все вручную делается? Каким образом автоматизировать? Что вы имеете в виду? Как-то там разметку подстроить, чтобы искать, либо еще что-то. То есть, я как понимаю, вся сетка у вас делается именно вручную от поиска? Как я говорил, мы сравнивали с оригиналом нашей идеальной верстки. Там уже сетка была создана, и для нее использовалась определенная разметка в HTML. То есть, те же дивы или инлайн-блоки float. Я не очень понимаю, именно о какой автоматизации. В данном случае, это была система, сконфигурирована под конкретно этот проект. Она позволяла, мы сейчас на Академии тоже запускаем собственную проверку итогового испытания. Там система просто конфигурируется под другой проект. Сетки другого уровня вложенности на каждом блоке, блоков больше. То есть, это легко настраивается. Но все равно основное сравнение происходит с оригиналом. То есть, эта система не позволяет загрузить абсолютно любую верстку и сравнить ее. Но общие принципы регрессионного тестирования, которые мы использовали. На больших проектах там просто бывают сотни, тысячи страниц. И вот вопрос, как это дело оптимизировать. То есть, не будем же мы каждую страничку индивидуально расставлять. Не думали над тем, как можно это… А так смотрите, на большом проекте у вас уже есть текущее состояние, которое вы считаете более-менее идеальным. И при выкладывании каких-то обновлений вы запускаете автоматически эти тесты. И они вам сравнивают состояние по каждому компоненту, например, и по каждой странице. И в зависимости от того, какой у вас порог вы допускаете, погрешность 90-95%, вы смотрите потом в результатах, какие страницы у вас не прошли эту проверку. А по поводу нагрузки, но сам по себе фантом не очень быстрый. Мы сейчас смотрим на электрон. Там, во-первых, хромиум, там уже поинтереснее можно и какие-то фичи использовать. Там вообще все живенько, прям вот очень быстро. Здесь в среднем у нас вне пиковые часы одна проверка занимала… Точнее, одна проверка, там 17 скриншотов до сравнения. Матч Мэджик занимала порядка 15 секунд. В пиковые часы там это все в очереди стояло. Это в районе 30 секунд. Туда вот передайте микрофончик. Спасибо за доклад. Хотел спросить, а вы не пробовали селением веб-драйвер? И в разных браузерах как вы вообще эту тему изучали? Да, ожиданный вопрос. Просто селением он тяжелее. И у нас была задача, во-первых, быстрого старта, потому что были ограничены в сроках. И под это выделялась там одна такая не шибко мощная машинка. Поэтому мы селением сразу не рассматривали. Мы использовали те технологии, которые уже имели опыт с ними работы. Поэтому мы взяли это за основу. Вообще, да, селением он хорош. Бесспорно хорош. Но для нас был тяжеловат. То есть мы не стали заморачиваться с развертыванием этого всего, настройкой, потому что не было ресурсов. Здравствуйте. Спасибо за доклад. А как вы проверяли, каким способом сверстан был тот или иной блок? Может быть человек набросал там позицион абсолют, например, испозиционировал все или там, не знаю, какие-то сумасшедшие отрицательные марганы начал использовать? Хороший вопрос. На самом деле тоже студенты, когда проходили обучение, у них был проект-образец, очень похожий на этот. И в нем там были и демонстрационные материалы, и видеотуториалы, по которым их вели. То есть это не просто вот садись в верстай, вот тебе есть образец состояния, делай, что хочешь. Нет, им все равно как бы пропагандировалась определенная методика. И, скорее всего, если бы это было спозиционировано абсолютом, там, возможно, какие-то проверки у него бы стали отваливаться. То есть там какие-то блоки, если он, допустим, мы при такой классической верстке поддерживаем какую-то вложенность, а у него абсолютом все лежит на одном уровне. На какой-то проверке эти блоки все скроются, и у него ничего не отобразится. И поэтому там будет совершенно другое состояние. Раз не любят меня микрофоны. Да, то есть просто проверки какие-то не пройдут. И, например… Ну, тут таких… Вы же могли на JS проверить, например, какие свойства там у того или иного элемента проставлены? На самом-то деле не совсем мы это могли бы, потому что мы же не знаем, какой элемент конкретно чем у него сверстан. То есть мы конкретный div, которым он сверстал, например, логотип, мы его не ищем. Мы ищем вот только там сеточную его позицию, да, этого diva. А он там мог еще три уровня вложенности сделать. Ну, мог ведь, ему же никто не запрещал. И мы не знаем то, что вот это действительно тот самый элемент, который нужно проверить. Что вы делали в том случае, когда… Говорите, пожалуйста, вот так. Что вы делали в том случае, когда, например, вы проверяли первый уровень вложенности в боди, да? А если у человека там еще какая-то обвязка, в раперы? Ну, он просто… На самом деле студент бы, да, он просто не проходил бы даже первую проверку, у него как бы не нашелся бы нужный блок. То есть стало бы понятно, что этот в рапер лишний. Потому что он на первом уровне вложенности не нужен, он нужен уже на втором уровне. То есть это больше была проблема, грубо говоря, да, проблема студентов найти вот то состояние. И немного, естественно, мы понимаем, что это не идеальный вариант проверки верстки, да, но как возможность на каком-то базовом уровне, да, проверить знания, это отработало. Добрый день. Спасибо за доклад. У меня небольшое дополнение к вопросу, который… Продолжение вопроса про электрон вы упомянули. А каким образом предполагается делать, если PhantomJS уже безголовый, а электрон предполагает какой-то интерфейс? То есть опишите, какая идея была за… На самом деле электрон можно запускать и без веб-интерфейса. Ну, в смысле, вообще без интерфейса. Мы уже даже там проводили тесты в просто таком сайлент-мод. И он делает эти скриншоты точно так же. Просто там, ну, на Ubuntu там тоже есть возможность запустить без… То есть уже там гуглили эти варианты. То есть это есть такие… Как еще раз называется мод этот режим? Там вроде как стоит параметр show false. Show false там у веб-пейджа вроде или у браузера, я точно не помню сейчас. Спасибо. Спасибо за доклад. Скажите, вот вы качество верстки, получается, определяете визуальным картинкой и структурой HTML, да? А всякие неочевидные вещи, типа там каких-нибудь атрибутов, топ-индекс или состояние посещенных ссылок, или то, что по ховеру появляется или при скролле. Как это проверить? Ну, это такая действительно уже более глубокая проверка. И здесь у нас такой задачи не стояло. Вообще тоже есть много разных библиотек, которые позволяют и парсить, и HTML, и CSS, и разбирать там, и пост-CSS позволяет это все дело получать. А можно это все анализировать. То есть у нас помимо этих онлайн-курсов на сайте есть интенсивный курс, где точно так же есть итоговые проекты. Вот там мы уже подумаем о системе более глубокого анализа не только внешнего соответствия макета, но и качества кода. Спасибо. Спасибо за доклад. А что делать с элементами с относительными размерами? Как их тестировать? Ну, в смысле, которые в процентах заданы? Ну, либо в процентах, либо еще в каких-то величинах. Ну, во-первых, да, здесь у нас, в принципе, в этом проекте резины нет, но можно задавать размеры страницы. И если, например, да, мы ту же адаптивную верстку какую-то проверяем, мы знаем состояние макета. Да, у нас там есть на 700 пикселей, допустим, там на 300 пикселей. Просто открываешь окно в этом размере, снимаешь скриншот и получаешь вот то состояние. Потому что каждое промежуточное, ну, можно проверять, конечно, но оно надо ли. То есть это такие уже какие-то более субъективные проверки. А вот действительно соответствие с состоянием на брейкпоинтах или опорных точках, это все можно регулировать именно размером окна, в котором делается скриншот. Спасибо. Еще вопросы? Спасибо за доклад. Следующий доклад у нас будет через 25 минут. Да, через 25 минут, и мы проговорим про верстку и CSS. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!